Дарья только что сняла со сковороды очередной ароматный блинчик, как в дверь позвонили. Звонили, не отрывая пальца от кнопки звонка. Услышав этот звонок, она почему-то почувствовала страх. Женщина бросилась к дверям, понимая, что стряслось что-то нехорошее. За дверью стоял соседский мальчишка, Мишка, и старался отдышаться от быстрого бега. Он был лучшим другом ее сына Егорки. Теть Даш, там это, ваш Егор, но в общем он полез щенков спасать, а вытащить мы его не можем. На одном дыхании выпалил Мишка. И виновата опустил голову. Откуда вытащить? Каких щенков? Ничего не пойму. Объясни нормально, что произошло. Даша завела мальчика в квартиру. Давай рассказывай, что там у вас произошло. Михаил шмыгнул носом и уже более спокойно сказал. Мы играли на заброшенной стройке, около леса. А там, знаете, есть такая глубокая яма. Ну вот, мы подошли посмотреть, что там, а из нее доносился щенячий писк. Ваш Егор полез спасать щенков, а там очень глубоко. Мы с пацанами не смогли вытащить его и щенков из ямы. Все понятно. Идите, зовите своих отцов. Будем спасать Егора и щенков. Вскоре несколько мужчин и женщин, окруженные голдящими детьми, пришли на заброшенную стройку. Благодаря веревкам они смогли достать пленников. Трех щенков, которых Егор сунул в опущенную в яму люльку, а уж потом сел в эту люльку сам. Мальчишка с виной в глазах смотрел на мать, понимая, что очень испугал ее. Но тем не менее, набравшись храбрости, Егорка тихо попросил маму. А давай возьмем одного щеночка. Дарья молчала и осматривала испачканного сына землей. Она понимала, что ее ребенок совершил настоящий мужской поступок, но волнение еще давало о себе знать. Пока она обдумывала просьбу сына, один из мужчин удивленно вскрикнул. Господи, да это же волчата, смотрите серые какие, да и клыки у них не как у щенков собаки. Все стали их внимательно рассматривать. Да это же действительно волчата, сказал дед Елисей. Видать мамку их подстрелили охотники, вот они изобрели сюда с голодухи. Давайте я их заберу к себе, в сторожку. А как подрастут, отдам в заповедник, произнес дед Елисей. Мам, ну неужели тебе их не жалко? Давай возьмем одного на воспитание. Вот этого самого маленького. Я тебе обещаю мамуль, как он вырастет, мы сразу же его отвезем в заповедник. Глаза сына с такой надеждой смотрели на Дашу. Гордясь поступком сына, женщина кивнула головой. Ну, хорошо. Раз ты спас волчат, значит можешь взять одного себе. Но только на несколько месяцев, пока не подрастет, потому что это все-таки волк, а не собака. Сияющий от радости Егор посмотрел на волчонка и сказал. Вот этого, это будет мой Рекс. Завистливые вздохи Егоркиных друзей только добавили ему гордости, и он важно добавил, повторив слова матери. Я же спас Рекса, значит теперь он мой. Так в жизни Егора и его родителей появился Рекс. Рекс. Маленький, невзрачный, серого окраса волчонок, на кривых лапках, с остренькой мордочкой и круглыми глазками. Алексей, папа Егора, глядя как неуверенно ковыляет по комнате это чудо природы, частенько шутил. Ну, чисто крысятина. Крысеныш, а не волчонок. Егор же непременно заступался. Папа, он еще маленький, вырастет и будет красивым. Правда же мама? Правда сынок? Мама поддерживала сына. Рекс ушел шестой месяц, когда у Егора начались занятия в школе. Первое время волчонок очень скучал по своему маленькому хозяину. Но к концу сентября привык, что мальчик на какое-то время покидал его и спокойно ждал возвращения, зная, что предстоит совместная прогулка с любимым другом. К зиме волчонок подрос и возмужал. Стал большим и матерым волком. Близились новогодние праздники. К вечеру подморозило, усилившийся ветер сдул с дороги последние крохи снега, превратив ее поверхность в гладкое и ледяное стекло. Обсуждая просмотренный накануне фильм, мальчишки подошли к переходу и уже встали на него, чтобы перейти дорогу. Когда одна из машин, проезжавших мимо, вдруг пошла юзом, двигаясь прямо на ребят. Заскользила, беспомощно крутясь на ледяной корке, водитель отчаянно крутил руль, что-то крича в сторону мальчиков. И тут Рекс, спокойно стоявший рядом с Егором, вдруг резко прыгнул на мальчика, отталкивая его своим телом от дороги. Падая, Егорка схватился за мишку, и они оба шлепнулись в снег, а сверху на них свалился Рекс. Машина наконец-то встала поперек дороги, обдав приятелей выхлопом. Водитель распахнул дверцу и кинулся к ребятам. Егор обнял Рекса, который только что спас ему и Мишке жизнь, и прошептал ему в ухо, спасибо, дружище. Мужчина уехал, а мальчишки все еще сидели на снегу, приходя в себя от пережитого испуга. Рекс, как ни в чем не бывало, сидел рядом с Егором, изредка поглядывая на дорогу. Вдруг там еще кто-нибудь надумает устроить нападение на его любимого хозяина. Нужно быть начеку в таком деле. Дома, Егорка долго мучился желанием похвастаться перед отцом поведением Рекса. В конце концов не удержался и рассказал о случившемся родителям. Отец подошел к уже подросшему волчонку и произнес «Прости меня за крысеныша, ты самый лучший и самый храбрый волк, и я тебя очень уважаю. Прости и спасибо за то, что спас сына». Даша, обняв улыбающегося сына, засмеялась «Тебе еще долго придется вымаливать у Рекса прощение». «Эх ты, сам ты крысеныш». Через месяц Рекса отвезли в питомник, где его ждали другие такие же волчата. Расставание было очень грустным. Егор не смог сдержать слез, и даже отец мальчика тайком проронил слезу. Они уже привыкли к Рексу и считали его своим членом семьи, но оставить у себя, к сожалению, не могли. Волк – дикий зверь и должен жить на воле со своими сородичами. Но семья Егора не бросили Рекса. Они приходили к нему каждые выходные в питомник и приносили волку разные вкусности. Рекс с радостью встречал мальчишку, узнавая в нем своего самого лучшего друга. Дорогие друзья, спасибо, что прослушали историю до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. Субтитры создавал DimaTorzok